Очень часто люди говорят такие слова, они говорят, в Святом Писании написаны слова и написано, славь Бога, написано обязательно необходимо славить Бога и прославлять. Тут такой вопрос, который я хотел бы вам задать, а что обозначает славить? Что обозначает славить кого-либо? На этот вопрос очень часто люди не могут дать четкий ответ, то есть что обозначает славить? И человек говорит, ну славить это прославлять, а прославлять что это такое? А прославлять это славить. Так вот, я хочу перевести это для понимания на русский язык, потому что во многом это открывает глаза и верующих людей, и вообще людей, живущих на земле. Что же такое прославлять? Неужели это говорить спасибо, благодарить, все время это и называется прославлять? Спасибо это быть тем человеком, который благодарен за что-либо, что для него сделали. А вот славить отличается от этого слова. И тут вопрос, каким образом? Отвечаю. Славить это значит восхищаться. Смотрите, что обозначает славить Бога? Обозначает восхищаться Его деяниями. А что делает Бог в жизни каждого человека? Бог в жизни каждого человека создает каждое событие. Поэтому в тот момент, когда человек восхищается своей жизнью или восхищается событиями, которые происходят в его жизни, это называется славить Бога. Поэтому, друзья мои, хотите, чтобы ваша жизнь была счастливой? Соблюдайте заповеди Святых Писаний, где написано о том, что славить Бога необходимо. При чем тут славить Бога? Восхищайтесь своей жизнью и теми событиями, которые Бог для вас делает. Восхищайтесь ими. Таким образом будете прославлять. А слова там, слава Богу, они ничего не значат в целом, в случае, если все остальное вы не используете. Поэтому, в случае, если человек восхищается своей жизнью, он живет по заповедям. А если не восхищается, а наоборот, уповает на то, что жизнь плохая, ругает свою жизнь, делает так, чтобы жизнь была несчастной, постоянно имеет претензии ко всему миру, он живет на другой стороне мира, которое дает ему в дальнейшем события негативного толка. И именно поэтому так в его жизни что-то и происходит. Ну и второй вариант такой, что обозначает благословение. Что такое благо? Благо это когда человек что-либо сделало, у него получилось. А что такое благословить? Восхищаться тем, что у человека получилось. Что необходимо делать и как благословлять своих детей или своих близких? Восхищайтесь их достижениями. Хотите благословить вы муж? Хотите благословить свою жену? Для чего это делать? Написано в писаниях, что благословение дает человеку хорошую жизнь. Хотите благословить свою жену? Восхищайтесь ее красотой, восхищайтесь ее трудолюбивием, восхищайтесь ее преданностью, восхищайтесь ее качествами, восхищайтесь тем, что она делает. Не упускайте момент того, что так должно быть. Если бы весь мир восхищался тем, что кто-то делает благостное, а благостное это то, что идет на пользу, то мир был бы прекрасным. Что плохого в религии, если она обучает благословлять, если она обучает славить? Славить момент своей жизни или славить каждый момент своей жизни той, который создал Бог, это значит прославлять свою жизнь, прославлять жизнь, которую дает Бог. Таким образом, славя достижения Бога, вы славите или восхищаетесь своими достижениями. Благословлять, это значит восхищаться тем, что сделал другой человек, а это значит быть благодарным. Зачем говорить благодарю? Можно благословить человека, сказать, какой же молодец, что это сделал. Я в восторге от того, что у него получилось. Восхищайтесь вашими детьми. Очень часто детей, которых начинают наоборот заклевывать, презирать, воспитывать, это дети, которые в дальнейшем не могут вырваться из сложной судьбы. Их судьба сложной становится, и у них не получается в жизни ничего. Нет ничего хуже начать жить с женой, которая будет иметь тысячу претензий. Потому что у мужчины такого никогда в жизни ничего не будет получаться. Почему? На одной стороне весов находится благословение, на другой стороне проклятие. Другого не бывает. Это палка с двумя концами. Поэтому, если вы не восхищаетесь достижениями или не восхищаетесь тем, что делает человек, то с другой стороны будет у вас происходить проклятие от того, что этот человек получает от вас. То есть человек имеет только два пути. Восхищаться действиями того человека, который живет, восхищаться действиями своих детей, восхищаться их благами, даже легкими, даже малоуспешными. Чуть-чуть получилось, молодец, как же у тебя хорошо получается. А как у людей получается, чуть-чуть не вышло. Какой ты дурак, придурка вырастила, такой же как твой отец, ненавижу вас обоих и так далее. Видите, как люди живут, сами не понимая. А ведь этому обучает эзотерика. Это принципы, которые я постоянно твержу на своих ступенях. И что дает благовещение? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...